Давайте прибегнем к этим цыганкам, да, которые там что-то сейчас на ворожатке, а где подвох? Ну давай. К чему ведет этот контент? Да, какую боль мы прорабатываем? Желают ли этот контент, чтобы мы потом что-то купили? Является ли это ненавязчивым? Ты видела этот ужас? Да, обожаю. Это тоже очень плохо, очень плохо. Винтифлюшку, которую никто не знает, где купить. Все, боже, и ты сразу, я транссеттер. Красиво. Я транссеттер. Всем привет. За микрофоном Владлена. Это реалити-подкаст, короче говоря, про диджитал, маркетинг и SMM. В этом сезоне я ищу новые направления для своего диджитал-агентства Wave. Очень часто к нам приходят компании за SMM-стратегией, но не всегда у них есть понятное позиционирование. Для того, чтобы компания была более устойчивой на рынке и привлекательной для аудитории, необходима креативная стратегия. Что это такое и зачем она нужна, я решила узнать у Евтушенко Полины, креативного консультанта. Полина, привет. Привет. Как будто мы с тобой до этого не виделись и пять минут не болтали. Рада, что ты сегодня пришла. У нас такая интересная тема про креативную стратегию. Сразу расскажу. Сегодня утром, первый раз, я осознала, что у меня как бы диджитал-агентство, но основная услуга комплексная SMM. И дополнительно есть еще разные типы услуг, например, там, контекстная реклама, лендинги и прочее. То есть в SMM мы уже как бы не входим, но как будто другое полноценно мы еще не делаем. При этом влияем на позиционирование бренда в общем, иногда влияем на его дизайн, влияем на методы продвижения в оффлайне, и как бы в SMM это уже не вписывается. Вот. То вот точно здесь ты мне можешь помочь, и ты в этом точно эксперт в креативных стратегиях. Может быть, мы найдем что-то из этого. Давай, наверное, начнем с того, что ты расскажешь, кто ты, чем ты занимаешься. Потому что я уже знаю, я уже все изучила, но подписчики, возможно, нет. Давай, давай с этого начнем. Собственно, я сейчас позиционирую себя как креативный директор и креативный консультант на аутсорсе. То есть я не, условно, принадлежу никакому бренду. Я могу заниматься любым брендом, который есть на рынке. Но еще 4 месяца назад я была креативным директором Viva La Vica и Chux. Это были мои два проекта, которых я люблю и обожаю до сих пор. Такие были продолжительные. И до этого я работала в LunarHead, это коммуникационное агентство на позиции креатора. Соответственно, там был такой поток проектов, поток задач и заданий, а потом я ушла в такую более абсолютно другую, чего уж там скрывать, работу, когда ты работаешь конкретно на развитии одного бренда. Поэтому сейчас я вернулась к модели как агентства, потому что мне очень нравится, я об этом часто говорю, но еще раз повторю, мне очень нравится заниматься большим количеством проектов, потому что тогда, знаешь, твои мозги, они находятся в постоянном таком стрессовом состоянии, когда тебе приходится что-то генерить и придумывать, и это не говорит об обратном, что когда ты работаешь над одним брендом, этого нет. Но когда ты сменяешь сферы, ты можешь быть игроком разной лиги, ты можешь и креатив-коммуникацию для заправок выстроить, как, собственно, мы, все еще люблю об этом говорить, и также LVMH, да, и всю бьюти-фэшн-индустрию, когда все думают, что, в принципе, креаторы или креативные люди занимаются только этой сферой, но это неправда, потому что, да, и мясной дом у меня был, и Коктебель, алкогольный бренд, да, поэтому жизни, как говорится, дала попробовать всякого, вот, поэтому сейчас я вот на таком поприще агентской типа работы, да, но я остаюсь одна, как независимый специалист, условно, да, и я сама могу работать с любым брендом, который ко мне обратится, то есть такая независимая единица, которая называет себя креативным консультантом. Да, это на самом деле очень интересно, потому что у нас в агентстве тоже нет нишевания. Я знаю, что многие компании, агентства, они нишуются, например, только работают фэшн или только работают бьюти. Мы тоже работаем с разными, и это были, не знаю, рыбные заводы, вот что-то такое, потому что, мне кажется, это даже интересно с точки зрения того, что ты можешь попробовать себя в разных нишах бизнеса, посмотреть, как там все устроено, ты как будто мини-предприниматель в этот момент. Мне кажется, это очень интересно. Ты вливаешься в сферу, да, и пытаешься понять проблемы разного типа бизнеса, разных людей, они разные, правда. И когда мы сталкиваемся каждый день с одним и тем же, мы чувствуем, что мы уже супер-профи в этом, что я могу еще сделать в этом мире, чтобы сделать его лучше. А когда тебе дают какую-то такую необычную задачу, вот тут начинается вот это критическое мышление, out of the box, ты пытаешься как-то посмотреть, и при этом тебе нужно все-таки понимать эту сферу, нужно быть каким-то, хоть отдаленным, да, целевой аудиторией, представителем целевой аудитории, поэтому это просто заставляет тебя расширять кругозор, о чем мы тоже всегда говорим, собственно, чем занимаются все креативные, да, люди, они просто своим условно каким-то кругозором помогают другим бизнесам посмотреть на ту или иную задачу немного по другим углам. Вот это. Давай вернемся к тому, что ты работала в Виволовико и в Чукс, и как случился этот переход в креативного консультанта? Все очень просто. На самом деле я проработала в Виволовико почти три года, да, и пришла туда, когда нас было двое, мы сидели в очень маленькой комнате, да, и это все было еще как такой очень дерзкий, очень яркий стартап, да, где нужно было все выстраивать, все, ничего не было. И, соответственно, мы делали все по наитию, по желанию быть лучше, желания вот таким, мы маленькие, да, кто-то там не хочет с нами сотрудничать, да, там через год вы посмотрите. То есть это был такой вот задор, да, сделать что-то больше, больше масштабировать и прям сказать всем, что нет, я не маленький, я ого-го какой большой. И, соответственно, я тоже, да, это как-то совпало с моей жизнью, потому что я в тот момент училась еще и могла совмещать это, потому что, да, там, некоторая моя история говорит о том, что я два раза переучивалась ввиду разных программ двух стран, меня опять отправили на первый курс, но как бы не суть. И я снова была как бы студенткой, и мне нужно было, и вот, наверное, это какое-то внутреннее тоже, доказать всем, что нет, ты там не на втором курсе, а ты ого-го какой, просто потому что там как-то система тебя не взяла в моменте сразу в образование, это ничего не значит. Соответственно, когда мы, мне кажется, мы выстроили командой прекрасный, максимально яркий проект сейчас на российском рынке, да и не только российском, потому что, когда я приезжаю в Украину, мне все говорят, а, веб-для Вика, мы знаем, знаем. То есть это приятно, это очень классно. И мне кажется, что до такого момента доросло, что дальше будет, естественно, это все дальше будет масштабироваться и расти, но как будто бы я сделала то, что должна была, да, я отдала свой вклад, и, в принципе, мне было очень даже интересно, как другой человек, который там условно придет, посмотрит на эту сферу, потому что я, может быть, эти три года что-то не замечала или что-то не видела. Это очень полезно для бизнеса, чтобы он посмотрел новый вектор, увидел новый вектор развития. А для себя точно так же, да, я хотела бы увидеть для себя тоже еще какой-то вектор развития, то есть бросить себе вызов в какой-то степени, потому что в этой неопределенности, да, как я в одной истории соответила, и была моя определенная сильная сторона, да, потому что, да что, я знала, как работать на фрилансе, или я знала, откуда придут проекты, или вообще не придут, и что я буду делать, да. Нет, конечно, не знала, но когда я хотела бросить себе вызов, я хотела выйти из зоны комфорта, и это для всех было сюрпризом, потому что, ну, казалось бы, все же хорошо, что-то там придумываешь. Зачем что-то менять? Да, да, но вот, ну, может, знаете, такой тип людей, но, да, мне хотелось просто бросить себе вызов и доказать, что я игрок ни одной команды, ни одной лиги, ни одной сферы, и так далее. То есть это такое самоутверждение сейчас идет, как единица отдельной, что тоже очень важно, потому что, например, есть очень большая разница, когда ты работаешь в проекте, в бизнесе и как фрилансер. В чем разница? Ты можешь сказать, что я это придумал, я это сделал во фрилансе, а в бизнесе это неправда, сделала команда, потому что ничего ты не сделал сам. Ну, это искренне неправда. То есть ты можешь подать идею, ты можешь направить брейншторм куда-то, в какую-то сторону, но ты никогда не сделал от и до что-то сам. Поэтому как бы такой мой здравый эгоцентризм сказал мне, что я хочу иметь такие кейсы, где я скажу, это я, и мне не будет неловко, мне не будет как-то некомфортно. А мне правда некомфортно говорить, что это я сделал, потому что это неправда. Вот. Соответственно, вот такой набор факторов, просто формирование себя как профессионала, чтобы за тебя говорили какое-то количество проектов, да, это вот моя какая-то цель. И мне кажется, тогда я буду счастлива как профессионал на этом поприще. Слушай, ну, мне кажется, что ты уже большая молодец, потому что я так много слышала, на самом деле, о тебе, от разных людей, и я такая, так, это что за интересная девушка, да, правда. И ты сказала про то, что в компании нельзя присвоить какую-то там деятельность. Ну, я считаю, это моя... На самом деле, это правда, и в агентстве тоже так, и когда отправляют резюме и добавляют туда какие-то в портфолио свои кейсы, то очень странно выглядит, когда полностью присваивают весь проект себе, и поэтому я на это прямо обращаю внимание. Очень здорово, когда кто-то пишет, что вот это мы с проектной командой реализовали такой проект, потому что вклад есть в этом всех. И это правильно. Я очень ценю людей, которые умеют вообще говорить, что мы с проектной командой, мы с командой, но в этом есть всё. И вот я говорю про вот этот здравый эгоцентризм, да, любому профессионалу нужно иметь что-то и за своей спиной тоже, потому что иначе ты, да, очень хороший игрок, но в каком-то, да, пространстве, в каких-то условиях. То есть нужно вот иногда выбрасывать себя, мне кажется, для какого-то такого, знаешь, чтобы понять, где ты вообще в этом мире, да, немножко заземлиться, модными словами скажем, потому что когда за тобой никто не стоит, когда тебе не платят зарплату, когда за тобой не стоит человек, на который ты суши, не могу ничего придумать, может, и всё, да, и все лавры опять нам всем. Ну, то есть это какая-то нечестная игра. Когда ты один, это, мне кажется, очень тебя здорово вот так вот подгоняет, да, и ты говоришь, что ты там молодец сейчас. Нет, в моей голове я вообще не молодец. В моей голове, я думаю, господи, ещё один подкаст, что они хотят у меня спросить. Вот примерно так. На самом деле. И это тоже нормально, потому что если бы я пришла и сказала, ну, спрашивайте у меня всё, что хотите, это тоже было бы странно, потому что на самом деле никто ещё, да, нет предела совершенства. Это могут быть пустыми словами, пустые слова, но на самом деле это очень важная штука. Да, это правда. Окей, в этот момент ты решила развиваться самостоятельно и быть креативным консультантом. Консультантом, да. Что такое креатив? Обожаю. Я вот недавно давала маленькую правочку, интервью украинскому телевидению, да, и журналистка у меня спросила, а мы же ушли куда-то, да, креатив, личный бренд, тра-та-та. Она такая, нет, подожди, а что такое креатив? Вот как-то на примерах мне объясни. Вот, например, пойти какой-то необычной дорогой домой, это креатив? Я, если честно, растерялась, потому что на самом деле креатив это просто желание посмотреть на одну проблему, на одну задачу немного под другим углом. Это может быть не какое-то, да, мы не придумываем космолет. Не всегда. Не всегда. Потому что я словила людей на такой мысли, что креатив подходит не всем сферам. Это неправда. Потому что креатив бывает разный. Вы, может, представляете креатив как веселое видео, как какой-то... Что-то яркое, шумное. Да, шумное, яркое. Какой-то такой юмор, который на грани, да. Это же неправда. А для какой-то сферы условных заправок креативом будет сделать просто хорошо выстроенную, да, какую-то рекламную кампанию, где будет обычный, да, придите, сфотографируйте. И там будет какая-то маленькая финтифлюшка в том, что там, не знаю, вы выиграете не только канистру бензина, а что-то более интересное. Это тоже креатив для них. Потому что я вот хочу сейчас людям донести, что к креативу могут прибегать только те бренды, сферы, у которых выстроено все до этого. То есть выстроена коммуникация. До этого это что? Что именно? Ну, ты говоришь, если выстроено до этого, что ты вкладываешь в это, маркетинговые стратегии или что? Смотри, если, вот, например, консультации, которые мы проводим. Сначала мы проводили это в очень таком разговорном режиме, да, и просто из людей как психологи вытаскивали. Ну, а вот это? Вот это что-то отвечает на какой-то вопрос? Люди такие, ну, мы просто сделали, когда мы хотели сделать, и я вот так. И ты как бы вот так ловишь людей на том, что, например, название не привязано абсолютно никак к легенде. То есть, это просто свободный домен был. Легенда. У нас нет легенды. У нас есть качественные кашемировые свитера. Это не легенда. Тон оф войс. У нас нет тон оф войс, а мы общаемся как примерно 200 других брендов на российском рынке. Коммуникация с брендами. Нет, у нас нет амбассадоров, у нас нет лояльных каких-то, да, этих блогеров. У нас есть просто, вот, мы отправляем им подарки периодически и платим деньги. И люди хотят креатив на это. То есть, просто набор инструментов. Конечно, конечно. Не объединены концепции. Да, да, да. То есть, когда вот это все, знаете, как льется, как вода просто, да, одно перетекает в другое, и это все вот замыкается на чем-то, да, и мы уже в оффлайн-пространстве видим все те символы, которые были в графике, да, и они что-то значат, потому что название это у нас такое. Тогда, конечно, мы можем от этого уже сделать очень сильный, очень яркий, запоминающийся креатив. Но нельзя его делать, когда у нас не простроены, не, ну ладно, как простроены, не урегулированы, да, эти инструменты, то есть не упорядочены, называйте, как хотите. Когда вот эта вот пирамида не выстроена, мы не можем подходить к самому интересному и важному креативу. Поэтому, когда приходят за креативом, чаще всего, я просто это не подсвечиваю, но кажется, что нужно, чаще всего мы сначала выстраиваем коммуникацию верную, чтобы то, что у человека, как у создателя бизнеса, предпринимателя, было в голове, и то, что у них в диджитал-пространстве, хоть как-то совпадало, мэтчилось, потому что перед, например, консультацией я никогда не прошу заполнить бриф, отправить мне информацию по проекту. Я прошу одно. Я прошу только диджитал-страницу, это либо сайт, либо... Ссылки. Просто проанализировать как потребитель. Потому что я первым касанием, как вот этот человек, который ничего не знает, я должна понять, считать. Я вот так сажусь потом, говорю, ну, рассказывайте. И тут льется такая история, такая история. Я ничего не считала на странице, ничего. Есть какой-нибудь пример, когда вообще не соответствует тому, что есть в действительности? Да, всегда, всегда. То есть там у нас условно был массажный салон, который девушка просто делала массаж и просто там хорошую услугу предоставляла. На самом деле мы там вытащили, что тоже упоминала, но сейчас еще один пример приведу, что ее этим методикам научила бабушка. Это был терапевтический момент, потому что ей нужна была эта помощь именно с медицинской точки зрения. Она так научилась. И мы вытянули из этого фишки для оффлайн-пространства, что там не просто будет чай, который наливается во всех салонах и так далее. Это будет со смыслом, что условно как у бабушки в таком safe zone, ты пришел не просто в какой-то супер-лакшери. Ну, опять же, мы отталкиваемся от сегмента. Я не говорю, что это махаш-спа, должен вот так делать. Я говорю о том, что этой девушке прекрасно это подходило. Когда она рассказала эту историю, когда у нас мурашки просто были, мы говорим, почему вы это не делаете? Вот и мне еще раз. Почему вы это не делаете? Ну, это же такое ваше УТП, если переводить в какой-то более суровый язык. Я думала, никому это неинтересно. А это кому-то нужно? Зачем? Вот один из примеров. И так почти везде. Конечно, есть и примеры, когда приходят люди, ты у них спрашиваешь истории, на что они говорят. Слушайте, ну, просто ниша была не занята. Вот, да, я хотела спросить, как будто бы то, что ты говоришь, это звучит, тоже дурацкое слово, как распаковка. Ну, как будто ты узнаешь... Ну, это кто-то называет так, да. Ну, просто я не знаю, как это по-другому назвать. но мне тоже не нравится. Да. Узнаешь, что человек закладывал в свою компанию, но почему-то не выразил вовне. И это понимание осталось только в нем, а аудитория это не считывает. Именно. Вот. Но есть бизнес, который реально создается, потому что, ну, ноготочки, очень выгодно. Вот. И такой бизнес чаще всего просто берет пакет, где я с пустого места придумываю легенду. А такое работает потом? Конечно, конечно. Если это все привязать к визуалу, вот, представим, ничего нет, да, я могу придумать все, что угодно, и вы поверите, просто потому, что когда вы получите и начнете распаковывать, там будет и пахнуть, да, нейромаркетинг включился, и она щупает, и там какая-то рифленая бумага, о господи, она уже вся в этом раскрывает, да, и понимает, что там то, что она так хотела, и это все там как-то, знаешь, как закончилось на диджитал-коммуникации, где то же самое в рекламной компании рассказывали. То есть, естественно, тебе могут рассказать все, что угодно. В принципе, как работает реклама, ну, там что, там половина правды просто, или очень мало брендов, которые построены на какой-то личной истории. Личная история, это супер, это ваша ценность, да, но если ее нет, конечно же, это не конец света, для этого и существуют люди, которые могут ее придумать, а потом арт-директор, дизайнер, это воплощает все в носители, в дизайн сайта, дизайн интерьера, дизайн инстаграма, и все, мы уже в этой метавселенной, называйте это так, да, там тоже все придумали, и тебе сказали, что это так. Вот, поэтому, конечно, все можно придумать. Просто желание этого, это поддерживать должно быть, потому что просто один раз придумать, да, и как в раздел у нас на сайте написать, спасибо большое, можете этого не делать, и даже не заморачиваться. Да, очень часто покупают стратегии, а потом из них реализуют, ну, не знаю, процентов 10-20, и все, и лежит документ в столе. Это другая боль, это другая боль абсолютная, когда нам говорят, знаешь, что, во-первых, ведете ли вы проекты после того, как отдаете? Конечно же, да, у нас нет пакета, у нас был один пакет, но мы поняли, что спрос превышает предложение, просто вы убрали самый маленький, где мы делали по максимуму, на самом деле, но стоило, как самый маленький, мы просто убрали, потому что пока что не можем, и, значит, в остальных двух пакетах осталось только то, что идет с введением, потому что то, что ты написал прекрасным образом в своей презентации, а другой человек даже не понял, просто можешь отдать деньги и уйти оттуда, потому что важно, чтобы это работало в жизни, и когда у меня сейчас, например, спрашивают, Полин, покажи эти кейсы, они у меня есть на ноутбуке, но я не могу показать презентацию, презентация, где я, так я могу сейчас взять Гуччи и расписать им какую-нибудь креативную концепцию, важно, чтобы это уже как-то процветало, даже было реализовано, конечно, и когда ты уже физически показываешь, или когда ты уже, есть какое-то сравнение, как было до, как было после, это уже какая-то ценная информация, а то, что показать как кейс, можно, конечно, да, но мне кажется, что это не в полной мере олицетворяет вообще задачу креатива и дизайна, потому что эти две вещи должны приносить деньги и узнаваемость, а не просто быть красивой картинкой с презентацией. У многих, мне кажется, возникнет вопрос, в мире так много стратегий, SMM-стратегия, маркетинговая стратегия, креативная стратегия, бренд-стратегия, коммуникационная, медийная, чем отличается креативная? Это вообще кусок чего? Потому что SMM, как я объясняю клиентам, это кусок маркетинговой стратегии, и если, например, у вас не простроена там целевая аудитория, позиционирование компании, мы за вас это сделать не можем, но, к сожалению, почему-то делаем. Ну, правда, и поэтому я уже понимаю, что мы выходим из этой области SMM. И креатив тогда в этой части где? Креатив, тот же маркетинг. Я вообще не люблю плодить вот эти сущности в виде гномика. Ты сейчас там назвала столько всего. Мне кажется, люди сами до конца, даже те, кто работают, там не понимают, в чем разница. Где грань. Да, где грань. Мы все работаем над одним, над узнаваемостью, увеличением прибыли. И давайте не будем придумывать для себя еще одни очень важные позиции. Креатив, ну, да, он непонятен, но он такая же часть коммуникации. Проще понять, как сделать коммуникацию более интересной, более выигрышной, более запоминаемой. Все. Слово «более», если мы приставим к коммуникации, к стратегии коммуникационной, это значит креатив. Когда ты подумал чуть глубже, чем мог. Да, и это уже не базовая какая-то стратегия, но еще добавил какие-то свои узнаваемые фишки, которые будут считываться, работать на тебя и так далее. То есть такая же часть маркетинговой стратегии, которая просто помогает нам лучше чувствовать себя на рынке среди других брендов. Ну, отличаться от них. Отличаться, конечно. Да, у нас недавно был клиент бренд одежды, и он пришел прямо в декабре, перед Новым годом. И в итоге с чем мы столкнулись? Что это стартап, и, соответственно, бренд только запустился, первый дроп, и клиент очень воодушевленно рассказывает про ткани, как они это все придумывают, что в это заложено, а в действительности мы заходим, и этого нет ничего. И в этот момент рано говорить о каком-то SMM-продвижении, потому что нечего продвигать. Есть просто одежда, как у всех, те же самые черные платья, те же самые блески перед Новым годом, и ничем мы не отличаемся от других. Конечно, нельзя продвигать пустоту, нельзя креативить на пустом месте. Нам нужны хоть какие-то вводные, чтобы это усиливать. SMM-продвижение усиливает в диджитал-пространстве, креатив усиливает в диджитал- и в офлайн-пространстве. Мы все просто делаем работу, как ты знаешь, сильнее, просто делаем бизнес сильнее, любыми способами делаем его, выводим куда-то в стратосферу. То есть, просто если резюмировать, то без проработки этих областей дальше смысла идти нет. Как клиент понимает, что он в этом нуждается? Он такой жил-жил, работал, и все вроде хорошо. Да, это тоже классно, потому что за период три месяца я уже была в офисе алмазной фабрики, вещала под портретом президента Российской Федерации. Значит, сидела в офисе испанского DSD, знаешь, для волос, такие уходовые, очень нишевые истории. Ну и можно еще назвать самогонных аппаратов также на заводе. Как себя из разных сторон. Конечно, это просто я для того, чтобы люди понимали, что, знаете, ну я сама не люблю, когда сидят, рассказывают, как там мы Adidas launch или что-нибудь еще. Друг мой, иди займись чем-нибудь, это уже интересно. Вот, ладно. И почему они все приходят? Потому что вот то, что мне сказали в офисе DSD, сидят врачи, да, как бы люди, которые это все 15 лет, 15 лет, да, работали, им ничего не казалось, что пора что-то менять, да. И они меня достают из стола, вот так просто, бренд-бук. Говорят, мы ни разу его не открывали. Вот, про что мы с тобой говорили. Мы ни разу его не открывали, это из испанского нашего офиса. Что с этим делать? Просто количество слов, которые были в моей голове, не передать вообще тебе сейчас. То есть, люди вообще искренне не понимали, зачем это нужно, но они дошли до этого, когда поняли, что качать, когда в маркетинге издойной коровы нашей только из-за продукта нельзя. Ну, как бы она имеет свойство заканчиваться. То же самое, как мне очень нравится кейс Сваровский, да, когда они классно выезжали там на каком-то своем продукте, поняли, что все, ну, тухло, друзья, до свидания, финита. Они поменяли продукт, да, сделали его более ярким каким-то, и поменяли коммуникационную стратегию. Все, сейчас там я хочу, например, не знаю, все, мне кажется, девчонки уже как-то краем уха услышали, как-то захотели. Возвращаясь к этому, да, они поняли, что из одного продукта они не могут качать столько денег на протяжении 15 лет. И они говорят, помогите нам, что нам с этим делать? Да, и мы как бы сидели, разбирали, у них было на самом деле все это готово, они просто этим не пользовались. То есть основной посыл, люди приходят, когда понимают, что как нам заработать больше денег. Посыл такой только, да, и когда мы поняли, что мы сделали все с продуктом в своей голове, да, в своей нише, и так далее. Хорошо, давайте прибегнем к этим цыганкам, да, которые там что-то сейчас наворожат. Ну, примерно так, я думаю, люди из креатива и дизайна выглядят в глазах предпринимателей. Вот, и они приходят, да, и хотят, чтобы уже согласны на какую-то легенду, tone of voice, уже согласны как-то по-необычному коммуницировать. То есть они уже выжили, да, вот это максимум из своей стратегии. Из продукта просто. Да, из продукта. И теперь нужно что-то дополнительное, чтобы увеличить аудиторию. Конечно, зацепить, потому что вот еще люди понимают моя дипломная работа. Зачем Ван Клиффу, Тиффани и Кортье социальные сети? Зачем? Женщина, которая придет и купит самое дорогое украшение вот из их коллекции, не просто украшение, да, а как там, ювелирное искусство, она, скорее всего, даже не сидит в Инстаграме. Скорее всего, у нее закрытый Инстаграм, она не подписана, не на один там, да, и там будет что-то для друзей, да, страничка или что-то подобное. То есть, для кого они это делают? Для кого Тиффани на 1 апреля смеется над изменением цвета? Для кого? У меня просто был такой вопрос, да, думаю, господи, вы тратите такие бюджеты, зачем? Ну, что они просто сказали, мы взращиваем свою аудиторию, чтобы, ну, это довольно очевидно, просто я хотела услышать это от них, да, что тем, кому сейчас 14-16, знали при первом появлении у них денег в кошельке, да, куда их пойти и потратить, знали уже, что они хотят, скринах там и так далее. То есть, они просто взращивают и уже коммуницируют как идущие в ногу со временем бизнес-бренд, проект и так далее. Тут то же самое, нужно набирать аудиторию, да, ее нужно либо взрастить, либо познакомить, либо откуда-то взять, а ее привлечь, какое инфополе у нас сейчас загруженное, просто как бы только... Кстати, мы сталкивались тоже с таким, с несколькими проектами, когда довольно высокий чек, выше среднего у бренда одежды и, соответственно, точнее, у магазина с разными брендами. И, соответственно, в какой-то момент просто аудитория либо переехала, либо что-то еще случилось, а молодая аудитория не в курсе, что вообще этот магазин классный, и что там есть бренды, которые они тоже носят. И вот с этим, мне кажется, многие компании сталкиваются. Конечно. И, собственно, задача креатива и коммуникации в том числе в том, чтобы выстраивать вот эти дружественные отношения с аудиторией, чтобы потом, когда на рынке появится еще один очень яркий спорт Тен Рич какой-нибудь, да, и мы так переметнулись быстренько, хоп, вообще забыли, быть забыли, что мы покупали до этого, да, таки все модно, трендово, но это тоже имеет свойство, да, закончится как бы, если они-то не переработают продукт, то все, потому что он крепится только на продукте. Как бы у вас есть какая-то история про спорт Тен Рич? Нет. Это просто бывший креативный директор другого бренда. Добрый вечер. И то же самое. Тебе нужно, заскочила моя мысль, вот, выстраивать дружеские отношения, потому что, когда ты человека любишь, дружишь, имеешь что-то более, нежели просто, да, купи-продай, да, и купи-купи в нашем случае, а какая-то такая эмоциональная надстройка, которые нам тоже важны, вот это классно. И я уже подумаю, когда перейти или к другому, я думаю, ну, чем не заслужили, то, что я сейчас перейду. То есть, только если это что-то трендовое и, да, как-то приходящее и уходящее, да, можно, там, человек попробует, но вернется все равно туда. То же самое здесь. Почему блогеры уходят, почему становятся амбассадоры, да потому что нужно человеческими качествами как-то завлекать, а не просто, давайте мы оплатим вам три сториз в вашем инстаграме. То есть, мне кажется, что важно именно взращивать лояльную аудиторию, которая тебя любит, да, и она может быть меньше, чем просто там, да, по всему миру разброс на какая-то аудиторию, но когда она тебя любит и сама готова делать тебе рекламу в условно, да, там, я джентл монстр, какие классные, думаю, господи, два раза купила очки, что тебе вообще, какая тебе разница, да, ну, что-то там перерепостила, да, мне хочется. То есть, они живут в наших буквально сердцах, да, они нам нравятся, вот как люди нам нравятся, так же и они. Поэтому главное просто живым образом общаться с людьми. И чаще всего креатив просто помогает в этом, потому что он более, да, живой в плане хоп-инфоповод. Сейчас мы поговорим об этом хоп-там, хоп-там. То есть, из-за такой вот молодости внутри, он как будто молодость брендам придает, знаете. И живость. Да, и живость. Когда ты не просто компания, которая реализует какой-то продукт или предоставляет услугу, а ты живой, живой организм, за этим стоят люди. Ну, то есть, если резюмировать, получается, креативная стратегия, чтобы тут сейчас на экране пунктики появились, тык-тык-тык. Я человек-хаус, давай. Первое, что необходимо, точнее, для чего создается креативная стратегия? Чтобы увеличить охват у аудитории, чтобы привлечь новую аудиторию, чтобы создать комьюнити, лояльную аудиторию. Да. Улучшить запоминаемость, да, и, ну да, повысить лояльность. Вот самое главное, я бы назвала повысить лояльность и быть более живым своей аудиторией, чтобы я хотела продолжать быть частью этого комьюнити. Тогда какие KPI? Ну вот, как оценивать работу? По каким параметрам? Это следующий вопрос, который, к сожалению, я сейчас отвечу, наверное, очень грустно для кого-то, но креатив, как таковой, нельзя в KPI вывести. То есть, можно придумать креатив для оффлайн-пространства, условно, да, это там Парижский день, который там, допустим, и можно посчитать, да, сколько мы с него заработали. Соответственно, это будет хоть какой-то примерный, да, как отработал наш креатив. Можно посчитать, какое количество людей сфотографировалось, да, с нашим каким-то там необычным, ну, не просто фотозоной, да, что-то такое, что можно было с чем взаимодействовать и так далее и примерно прикинуть, на какую там аудиторию мы расширились или там какая аудитория нас еще увидела. Но такого, знаешь, KPI, если то, вот логической цепочки зависимости, я не выведу, к сожалению, потому что это такая, это игра в долгую. Лояльность, это не то, что мы можем отследить через месяц, к сожалению. И опять же, когда мы выводим новый проект, продукт на рынок, все говорят, ну, как понять, что он вот прям суперклассный. Sorry, никак, вы поймете это, когда будут расти продажи каким-то характерным для вас ритмом и темпом. То есть, и только через год вы, в принципе, поймете, было это удачно или нет. Потому что, например, придуманную легенду рассказать всем, и чтобы, вот я тебе говорю бренд, и ты такая, да, я знаю, но нельзя сделать этого за месяц, нельзя сделать этого за два. Да, шесть косаний только чтобы купил, а там, чтобы запомнил, вообще нужно умереть для этого. Поэтому, как бы, да, грустная история, но вот так быстро пересчитать в KPI я не вижу пока что моментов. То есть, можно приземлить, опять же, вот как я тебе начала говорить, можно приземлить в взаимодействие, просмотры, покупки. Ну, это, наверное, от цели зависит. То есть, когда мы реализуются креативные стратегии, используется просто очень много каких-то инструментов. Например, нам нужно увеличить UGC контент, ну, вот мы его считаем. Или, ну, не знаю, какие-нибудь челлендж, может быть, какой-то запустить, что-то еще в ТикТоке, ты тоже там что-то можешь посчитать, каких-то отдельных инструментов. Но, получается, в перспективе, наверное, можно посчитать только вот продажами, но тогда для этого нужно иметь доступ к аналитике, правильно, иначе как-то сравнишь. Никак, в принципе. Поэтому я просто люблю это еще приземлять в стратегии. Это же не что-то на два дня, правда? Поэтому нам нужно как-то стратегически придумать, к чему мы хотим прийти через год, какими мы хотим быть. То есть, это больше про еще какие-то, знаешь, ассоциации, да, каким я хочу быть в глазах других людей. Это тоже очень важно. Конечно, как отдельные инструменты, правильно ты подметил, да, оффлайн-мероприятие, какой-то UGC-контент, это все мы можем просчитать. Но вот я за более глобальную, да, даже когда я говорю с блогерами, да, я вышла с таким криком души, говорю, да не отслеживайте вы по кликам этим продажи, ну, пожалуйста, ну, вы делали это все существование бренда, позвольте ему сделать, например, какой-то более креативный подход, да, когда я говорю о том, что люди сейчас любят искать информацию, им не нравится эта информация в лоб, у меня прямо на лбу сейчас будет ссылочка на оплату и вот промокодик мой еще. Как бы, ну, это просят, да, и я понимаю, что это быстрее, да, это просто ради скорости. Потому что все цифры хотят. Конечно, я понимаю, но я хочу еще немножко людей, хотя бы 20% их какого-то, их возможностей или их бюджета попросить выделять на вот такие эксперименты. Да вы никогда не знаете, как они выстрелят, да, делайте какую-то, знаете, проведите, маркетинговую кампанию, где вы год у одного, помните, был эксперимент, когда у девушки в Инстаграме везде было где-то бокал вина. Нет, я такое не знаю, рассказываю. Ну, бокал вина, значит, она фоткалась всегда с бокалом вина, и никто этого не замечал на протяжении года, то есть где-то он стоит, где-то сзади она стоит, на вечеринке там кто-то вот так с двух сторон с бокалом, где-то она с бокалом, никто не замечал, что этот человек болен алкоголизмом, условно, это был вот так, такой эксперимент о том, когда они забьют тревогу, что человек вообще-то все время в алкоголе. То же самое здесь, мы играем на подсознании, сделайте как-то, что у этого человека всегда будет где-то ваш бренд, и спустя год вы все маркетинговые каналы такие, друзья, вы тоже не заметили, ну как же так вы, мы же проговорим про какие-то новые ветви развития, вот смотрите, мы как попробовали, и, например, человек будет просто как-то посчитать узнаваемость, на какой-то фокус-группе, может быть, оно реально сработает, и я скорее думаю, что сработает. В общем, просто попробовать дать себе поле для эксперимента, вот я только это прошу, не все считать в нашей жизни, хотя это тоже очень важно, и креатив для того, чтобы зарабатывать деньги, тра-та-та, ну а давайте оставим хоть немножко ему какой-то жизни, потому что иначе он задохнется в этих продажах, ссылочках, линках и так далее. Вот смотри, создает бренд креативную стратегию, и как долго он с ней работает? Это вообще долгосрочный продукт, или ты его в процессе меняешь? Смотри, креативные фишки, так называемые, которые идут сначала, это вот та же легенда, чтобы она была не просто сухой, мы две подружки, которые создали бренд, тра-та-та-та-та, да, а там есть какая-то история взаимодействия, да, что кто-то у нас отвечает за это, и мы как бы складываемся в один бренд и несем вот такие вот две ветви, например, сейчас в порядке бреда. Мы фиксируем, да, она у нас такая, более-менее креативная, отличающаяся от других. Дальше, tone of voice, вот мы как в теремке придумали какое-то обращение, да, к нашим покупательницам, да, и там будет не госпожа, а как-нибудь еще ее называют. Хорошо, мы уже отличаемся. Дальше, тот самый ненавистный рубрикатор, да, у нас есть рубрика, которая не характерна вообще нашей сфере, да, и мы там говорим не просто о стилизации двух вещей в одном луке, а как-то, не знаю, у нас есть байер, например, в Лондоне, который ходит по улицам, подсматривает, как люди одеты, и на этом примере мы, да, как spotted buy просто там делаем какие-то анализы, выводы, что сейчас в тренде, например, да, то есть вот такие вот фишки, когда у нас набираются, они дальше, вот они остаются с брендом на протяжении всей коммуникационной стратегии, да, было бы странно придумать какую-то фишку, а потом надоело нам, давай еще. Не подходит, что-то не работает через три месяца. Что-нибудь другое через, да, обожаю, это тоже очень плохо, очень плохо. Вы еще даже не поняли, какой результат, вы уже меняете. Вот, это у нас остается с нами. Когда мы прорабатываем оффлайн мероприятия, естественно, это очень ситуативный креатив, да, рекламная кампания, к 8 марта, 23, вот эти все наши очень любимые праздники, либо день рождения бренда, либо презентация новой коллекции, вот там, да, усиливаем наши символы, которые придуманы до, да, и выводим их в какой-то там маскот у нас оживает, что-то еще там начинает летать и так далее. Это опять же утрированные примеры, но вот это более такие ситуативные, которые потом меняются, их надо перерабатывать. Они отработали свое, они ушли. Но вот эти стратегические фишки, которые заложены с самого начала, естественно, с ними нужно жить года три, наверное, да, лучше меньше, лучше больше, чем меньше, чтобы люди просто привыкли, потому что, представьте, вы будете менять, не знаю, свой облик каждый день. Да все подумают, вы чокнутые просто, ну, как бы она сегодня с белыми, завтра с розовыми, да у тебя скоро волосы отвалятся. То есть ты переживать начинаешь за такой бренд, за такого человека, он нестабилен. А когда что-то нестабильно, это значит в чем-то неуверенно, да, и мы не знаем сами, что несем, но вы верьте, верьте нам, покупайте, да. Это Sunlight, которые постоянно меняют свои решения. Ну, у них другая стратегия, явно, да. Но выглядит для людей это так, что сегодня мы закрываемся, а завтра все хорошо. Ты видела, да, как бы все работает, поэтому вот это тоже, да, нету плохого креатива, нет плохого дизайна, как мой коллега всегда говорит, есть неподходящий. Вот может быть неподходящий именно вам, но какому-нибудь очень яркому человеку это вообще подойдет, все-таки, да ты бы так и сделал, да, там то же самое с Sunlight. Мы другого уже от него ничего не ждем. Если он сделает что-то чинное, и мы такие, а где подвох? Ну, давай, где? Ну, сейчас уберешь там нашу акцию или скидку, или что-то еще. То есть это им характерно. То есть все, у нас люди, ой, люди, проекты, бренды, они уже как люди, да, мы считываем, вот это такой хитрожопенький немножко, да, там он может и так, и сяк, и по-всякому, а вот этот такой чинный. Вот этот любит вот так шутить, а этот никогда не пошутит. То есть все это, мы создаем паспорт, биографию этого бренда. И было бы странно взять, порвать паспорт, сказать, мы сейчас поменяем гражданство и будем новыми какими-нибудь там чувачками. Вот, поэтому, конечно же, нет, нельзя не менять быстро. Это в лентах чаще всего, знаете, когда... Стиль, типа, ой, что-то надоело. Я потерялась или у нас сменился SMM-менеджер, собственно, бренд-буки делаются для того, чтобы никогда не было видно, какой человек ушел, а какой пришел. Да, это некоторые правила, свод правил, законов отныне для вас и всегда, да, по которым вы следуете, и вы никогда не сможете от них отступить, иначе это все будет котироваться как неподходящее, неправда, да, что-то, какая-то подделка или что-то, ну, то есть ты начинаешь не доверять, а когда мы не доверяем, зачем нам это нужно? И вот эти поиски в лентах я тоже очень люблю. Вам кажется, что это такая маленькая, да что там, я сейчас так попробую, так попробую? Неправда. Вы кажетесь людям просто немножко тю-тю, да, как бы, что у вас там происходит, если вы не можете понять, какое ваше... Что вы хотите нести этому миру? Вот, поэтому главное сформировать и быть уверенным в этом, да, и уже работать на узнаваемость этого конкретно логотипа, этого конкретно УТП, этой конкретной истории, и никогда она у нас не будет меняться, чтобы когда-то нам написали вопрос-ответ, кажется, вы говорили иначе, что-то там, да, и ты сидишь, как бы, вроде я просто перестала об этом упоминать, да, и хотела, чтобы там люди забыли об этом всем, но оказалось, для людей я немного там где-то приврал, а где-то вообще сделал вид, что как ты такое говорил? Ну да, просто для людей понятно, когда есть какие-то определенные пункты, которые повторяются из раза в раз, и когда оно что-то меняется, то человек такой, что происходит? И вы сливаете те деньги, которые вы тратили на вот этот вот фирменный ваш стиль, который был до. Получается, все, что вы делали, вы делали ради узнаваемости, ради ценности вашего бренда, чтобы я отдавала все больше и больше денег, да, не просто за продукт, как гигиеническая норма, вы не можете мне продать плохой продукт, хороший продукт давайте, да, у нас все избалованы, а мы доплачиваем за вот эту вот, да, надстройку, за вот эту историю, которую нам влили, нам все там вот так вот в оффлайн-пространстве нас обошли, все готов, любые деньги, все ради того просто, чтобы туда прийти. Получается, все, что вы делали до этого, вы просто перечеркнули, да, и поэтому это ответ на вопрос, почему, например, лучше сделать все с самого начала, просто чтобы в моменте, я имею в виду, простроить коммуникационную стратегию, вписать все фишки, сделать весь брендинг от и до, да, это будет стоить каких-то вложений, но поверьте, через три года вам не будет болеть сердце за то, что придется что-то стереть, да, что-то удалить, и вообще, друзья, мы теперь не просто бренд трататы, а еще запоминайте вот это, и начинаешь, да, работать снова. Ты тратил деньги на таргет, ты тратил деньги на блогеров, но ничего не привело в точку Б, да, сейчас у нас нет никакого выхлопа. Вот, поэтому если бы были какие-то характерные особенности с самого начала, нам было бы это выгоднее на самом деле. Да, ты сказала, что нужно вложиться. Мне кажется, если предприниматели, у нас клиенты смотрят подкаст, будут слушать, то им бы хотелось узнать, сколько, по твоему мнению, необходимо вложений, я не знаю, как это считается, там, по месяцу или годовая работа, сколько необходимо для того, чтобы все это реализовать? Хороший вопрос. Смотри, во-первых, нужно сформировать, как мы с тобой поняли, нельзя прыгать и танцевать, если у нас нет ничего до. Поэтому вот это вот до, наши три кита, они будут стоить в среднем, я не знаю, по рынку, но в среднем у нас это от 600 до миллиона рублей. Это то, что разрабатывается именно как стратегия и брендинг на три года условно. Можно поделить на три, поделить еще на 365, чтобы было легче. Вот. Ну нет, да. И это просто, если мы так говорим, это просто то сформированное, с чем ты будешь идти дальше. План работ. Да, план работ, и это вот ваш сформированный паспорт. Если условно у вас нет истории, вы такие, блин, что же я буду говорить, вот как бы она будет создана. Эта история переложится в дизайн и так далее. То, о чем мы с тобой до этого говорили. В оффлайн пространство, если нужно, во все носители, в коммуникацию с блогерами, как мы с ними общаемся, кто сам вначале будет нашим амбассадором, и мы уже будем взращивать, да, какой будет контент, и почему мы не будем говорить, как все, а мы возьмем какие-то отличительные рубрики. То есть, это прям по всем направлениям, наши точки А, да, от которых мы сейчас пойдем, и будем уверены в том, что это правильно, да, для нас в моменте это правильно, а не просто потому, что, ну, сейчас так сначала сделаем, потом улучшим, и тут сейчас так сделаем, потом сделаем получше. Вот, это такая отправная точка. Дальше с этим можно жить, ну, как бы бесконечное количество времени, пока это вам не надоест, ну, это надоест плохое, да, не оцениваем поэтому. Когда перестанет работать, если вдруг, или захочется что-то освежить, добавить, что-то будет менее актуальным, что-то нужно будет подправить. Заменить. Да, через три года это можно сделать. Соответственно, потом там еще есть какие-то дополнительные косты условно продумать для оффлайн, хотя для оффлайн мероприятий там тоже входит. Да, вот, все, вам это только нужно. Наверное, только потом ежемесячно, это реализация. Ежемесячно вам нужен самый менеджер с ручками, с головушкой, который будет это все делать, естественно, его научат, да, как бы передадут все знания, как в идеале должно быть, не просто отдать презентацию с этим проработанным всем, да, еще объяснить и научить его смотреть на продукт так же, как вы заложили, потому что, опять же, возвращаемся, если ты придумал, отдал, человек половину не понял, не работает. Поэтому ты с ним на протяжении двух-четырех месяцев на связи и он прорабатывает контент-план вместе с тобой. Он что-то делает, потом приходит к тебе и вы уходите в этот философский разговор. К чему ведет этот контент? Да, какую боль мы прорабатываем? Желают ли этот контент, чтобы мы потом что-то купили? Является ли это ненавязчивым? Хочется ли самому читать? Ну, короче, да, и мы начинаем просто вырабатывать модель работы, да, чтобы потом, почему консультант, чтобы потом высадиться, как эти космонавты с планеты, улететь обратно, а тут продолжало все работать дальше. Когда люди обучены, мы уже как профессионалы любой, да, агентство или профессионал не нужен, потому что ты не можешь быть на постоянной основе, да, рядом. Тогда ты вообще в какой-то момент у тебя предел максимума, да, будет, и ты скажешь, друзья, не могу больше не брать, ничего делать. А потом, да, есть какая-то условно функция, друзья, прошел год, мы очень благодарны, мы живем с вашим всем, да, но вот будет Новый год, давайте придумаем еще какое-то оффлайн-мероприятие и сделаем какую-то инсталляцию или давайте нарисуем поп-ап. Да, мы поедем по городам России и странам СНГ, не знаю, допустим, да, и это тоже запрос, но это уже дополнительно. То же самое, как у нас сейчас, да, мы сделали коммуникационную стратегию и ребрендинг, то есть уже существовал магазин, который открывается в Нью-Йорке и он открывается там, но теперь нужно соответствовать этим магазинам в Москве, потому что вот странно, да, я пришел сюда, тут у нас добрый вечер, а там, ой, уже по-новому. То есть все должно быть, это все наши оффлайн-пространства и онлайн должны быть как одно единое целое. И, собственно, мы вот приезжали, чтобы посмотреть, как сейчас делать раскладки, да, для продукции, как ввести человека, что я буду условно продумывать. Вот я зашел, да, есть же такая же воронка продаж в оффлайн-пространстве, естественно, да, и как мне, почему я пойду налево, не направо, что я здесь делаю? Как товар. Да, 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 да. Как это все... Существует в пространстве. Да. Как ты, в принципе, что ты понял за то время, пока ты прошел? То есть это уже отдельная работа. То есть получается, что люди с нами сделали, да, вот это все, весь ребрендинг и выстроили коммуникационную стратегию, сейчас они такие, хорошо, мы поняли, что нам нужно еще вот это. И идут дальше как-то. Но это, опять же, по желаниям и по возможности. Потому что, как бы, ты можешь существовать прекрасно и с этим, и делать что-то своими силами. Тебе важно просто, знаете, как многие говорят, если бы я знал в начале все то, что я знаю сейчас, мне было бы намного легче и так далее. Но правда, да, когда тебе подскажут, куда идти, что сделать, ты не наступаешь периодически на какие-то грабли. То же самое здесь. Давай, наверное, резюмируем, чтобы понимали, что туда входит. Вот я сейчас попытаюсь вычленить из всего нашего разговора, и на экране опять появятся красивые пунктики. Первое, наверняка в стратегию входит целевая аудитория. Позиционирование. Да, мы с тобой про это достаточно подробно, мне кажется, поговорили. Входит ли туда, например, какая-то аналитика по конкурентам, чтобы понимать, что существует на рынке? Нет. В этом нет необходимости? Мы не делаем, я не делаю, потому что, знаешь, обычно либо дают эту информацию сразу, потому что, сори, у меня нет таких мощностей, да, и я не до конца, наверное, могу изучить. То есть, этим должны заниматься маркетологи, которые in-house работают, да, которые знают лучше всех остальных, целевую аудиторию, лучше всех остальных конкурентов. То есть, это вводные некоторые данные, которые, за которые я буду очень благодарна, потому что я за это, я тогда не знаю, сколько это просто должно. Да, я просто тогда, наверное, дополню, что для даже анализа целевой аудитории, ну, нужны прям большие исследования, проводить там касс-дефу и все в этом роде. Я просто, тоже, знаешь, это вот про на каждую сферу свой профессионал, когда кто-то говорит, что он арт-директор, мы такое слышали недавно, и он продумает и стратегию, и целевую аудиторию изучит. Все на свете. Один человек это все сделает, если что, вдруг, да? Чувствуешь ли ты доверие? Вот мы как бы, да, в принципе, понимаем, что там входит, я нет, я никогда не скажу, что я буду изучать каким-то образом, потому что я знаю, как это правильно сделать, я надеюсь, те люди, которые это изучают, делают правильно, потому что нет, нет. Ну, то есть тогда мы понимаем, что компания должна сразу прийти с целевой аудитории, с сегментацией, понимать, с кем работаем, а не так, что ну, мы там не знаем, с анализом конкурентов, чтобы они понимали, кто есть на рынке. Твоя задача в этот момент продумать позиционирование и площадки, и инструменты реализации. Ну, если так, совсем уже в общем, я думаю, мы тут максимально, да, точечно рассказали, но да, да, как мы ведем себя в диджитал пространстве, какую историю мы коммуницируем, какие у нас, да, у нас персонализированный бренд, от кого мы разговариваем вообще с этими людьми, кому, кто им будет более релевантен, как безликая коммуникация, да, или от человека, который стоит во главе этого бренда, например. Дальше, какие темы им были бы интересны, потому что, да, одностороннюю коммуникацию в стиле купи-купи уже, да, не котируем, поэтому нам нужно знать, чем они еще, ну, как вот этот, увлекаются, любят, да, интересуются, за кем следят, то есть нам нужно, чтобы стать другом, нужно понимать сферу интересов. То же самое, да, потом ты расписываешь, на кого бы они обратили внимание, да, потом, как бы это все притворилось в оффлайн-пространство, как это все может отразиться, а в онлайн-пространстве. Упаковка. Да, ну, если уже, это я вот по, у нас просто в столбиках, видишь, как я тут тебе очень инструктор, значит, потом, переходя к дизайну, да, как это все отражается в логотипе, как название транслируется в логотипе, считывается ли, а не как новый логотип Киа, который у всех Ки, да, ты видела этот ужас? Значит, дальше, потом, оффлайн-носители, там, 10-15 носителей, это необычный сертификат, необычный, если ты видела сертификаты в Явля Вика и Чукса, где ты, вот это прикольно, да, это не просто тебе дали бумажку, держи, дружок. Какая-то геймификация, его не хочется выбросить. Геймификация и UGC, да, мне хочется сразу это снять, я еще не получила подарка, я уже снимаю, как мне крутится этот сертификат, божечки, прекрасно, или как летит эта печенька из печки, вау, потом, как это все может в упаковке, потому что упаковка, это, например, дополнительные вообще-то продажи для бренда, и желание купить что-то здесь, хотя оно представлено еще в раз, два, три, это тоже упаковка, потому что я знаю, у человека будет вау-эффект, да, я не буду заморачиваться над упаковкой где-то, потому что это сейчас стоит каких-то бешеных денег, и явно не 300 рублей условно за подарочную упаковку, то есть упаковка, это тот же UGC контент, бесплатная реклама вам же, да, которую вы сначала будете больно тратить бюджет и так далее, но потом вы получите, ого-го, какой отклик и повторную покупку, просто потому что, блин, у вас классно, там, да, хочется пощупить. Как праздник обычно для многих, когда ты открываешь, такой. И ты уже не просто потратил деньги, да, ты уже такой, ой, спасибо, что вы мне дали это, да, вот возьмите, ну, то есть ты не чувствуешь себя обманутым, ты не чувствуешь себя, что тебя обокрали, и ты такой, не пойду, у тебя только позитивные эмоции после покупки, это то, что нужно, какая цель должна быть у этого, что ты сделал себе праздник, ты себе порадовал, у нас сейчас будет проект такой интересный, у них, знаешь, интерьерные всякие фишки, которые стоят баснословное количество денег, но они вот это вот про яркость, про что-то необычное, да, условно сейчас просто, как в какой-то момент были попки, они сакермичи, да, и все такие, как смешно, да, но 45 тысяч я не буду за это платить, ну, то есть это тоже про ценности, то, что людям не до конца понятно, почему это столько стоит, но суть не в этом, и там вот такой вот набор ярких вещей для жизни в стиле Стокгольм, Амстердам, вот такое вот то, что нету у нас, и когда я делала, я основной посыл, да, в майндмэпе вообще, в принципе, что у меня возникает, я хочу что-то, чтобы порадовать себя, мне вообще как бы, я потрачу эти деньги, но потом буду смотреть, и меня будет это радовать, то есть у нас есть четкое желание потратить деньги на то, что нас будет радовать, кстати, там еще один интересный был момент, который нащупала для Инстаграма, очень важно же, знаешь, когда делают сторис, и там на столе у тебя стоит какая-то винтифлюшка, которую никто не знает, где купить, ты боже, и ты сразу, я транссеттер, я транссеттер, пойду еще что-нибудь там куплю, ну то есть это тоже прикольно, да, когда ты начинаешь нащупывать, что бы ты чувствовал, вот, поэтому, конечно, тебе нужно просто от продажи оставлять только позитивные эмоции. Знаешь, на секунду ты это описывала, я подумала о том, что у меня периодически возникает такое чувство, что я что-то где-то нахожу, и это мне так сильно нравится, мне нравится все, там, подхода компании, упаковки, того, как это выглядит, все, и, например, я это снимаю в сторис, и не хочу отмечать, потому что сейчас это появится у всех, а я хочу, чтобы было только у меня. Знаешь, какая-то проблема вообще, это проблема про хорошие отзывы, это проблема того, когда не делятся специалистами, в том числе, да, это моя личная боль, поэтому я так сейчас взбодрилась, и в том числе, да, для рекламы новых брендов, потому что люди сейчас хотят что-то быть сами, да, я нашел, это находка, находка, я отыскал, это как вот Рогов всегда говорит, да, в этом кучке скидок, это находка, и ты уже радуешься, да, что ты нашел, а кто-то захочет, а я такую работу проделал, я вон искал, а я вам сейчас там артикул напишу, да, вы пойдете в онлайн и быстренько себе доставку домой условно закажете. Вот, это очень большая проблема, в том числе, она перекрывается UGC, кое-как, да, что мы там как бы дергаем за ниточки, давай хотя бы так покажи, где ты это все купил, но точно так же с профессионалами, никто не хочет делиться, все могут рассказать, а потом, ой, там что-то контактик забыть сбросить. Или недосказать. Или недосказать. Это очень обидно на самом деле, потому что я всегда очень прошу давать обратную связь, прямо очень прошу, не знаю, ну это же, что может быть еще важнее. И люди тебе дают там, просто, ты такой, пожалуйста, а можно я сейчас, не знаю, потому что, знаешь, как не снял, не было, и иногда я там спрашиваю, можно ли поставить, но человек сразу стесняется, зажимается, не хочет говорить, хотя бы такая, да, фишка, и уже как-то получается, как будто, представь, ну как говори давай, вот, и то же самое в Инстаграме, очень редко кто упомянет, с кем была консультация, или что реально девочки сделали. С другой стороны, знаешь, люди за это деньги заплатили, и в принципе могут делать с этой информацией все, что угодно, это как бы уже на их усмотрение. То же самое, когда у нас была консультация Насте Мироновой, и потом я вижу в бренде то, что мы как бы... Предложили. Да, ну как просто поразмышляли, да, и сказали, что это было бы логичнее, вот так вот. И у меня просто сидит гордость внутри, потому что я знаю, что, блин, пожалуйста, и у меня там спрашивают, а что вы там подсказали Насте, или что вы там сделали? Ну, я не раскрываю, потому что не имею права, права так считаю, но мне было бы очень невероятно просто приятно, если бы люди хоть как-то, хотя бы когда уже сделаны, знаешь, просто, кстати, нас вдохновили на это, там, или просто подсказали. Я тоже понимаю, что люди не хотят, знаешь, как условно в позиции я дурак, до этого не додумался, но вот пришли люди, сказали, я вот делаю все прикольно. Ну, понятно, что тоже не хотят, но может как-то там с позиции, да, подсказали, навели на мысль, или как-то направили. Ну все, после подкаста будешь получать упоминания в сторис. Я надеюсь. Давай, последний вопрос. Креативу можно научиться? Да, можно. Я считаю, что креатив как направление, его такого нет. Именно поэтому у нас нет направления в университете, нигде нет такого направления. Мне тоже не преподавали креатив в университете. Но есть такой момент, как просто знания в разных сферах. Вот когда ты их просто расширяешь не в одном ключе, а с разных сторон, ты получаешь какой-то широкий кругозор, который потом тебе поможет адаптировать любую идею, любую как-то подход. Ты там увидел, здесь применил и так далее. То есть я говорю о том, что ее можно развить, но не таким, знаешь, очевидным путем. То есть ее можно развить, почитав книги про искусство. И я вон фильм посмотрела, потом на следующий день сделала фишку, надеюсь, скоро расскажу, в новом брендинге. Просто потому, что фильм посмотрела, да, как бы. Вот. Поэтому, конечно, есть, я все очень люблю всегда, знаешь, людям вот это сказать, ну, сделайте вот так. Нет, нужно по пунктам, потому что люди любят пункты, сделать раз, два, три, четыре, пять. Я люблю всегда это все приземлять в какие-то подобные схемы. Поэтому, конечно, можно научиться, нужно просто расширять кругозор и пытаться смотреть на задачи под разным углом. То есть, сегодня я реально решу так, а завтра я попробую иначе. И это я не про дорогу домой, да? Тоже об этом подумала. Но все равно я как-то на это посмотрю с другой стороны. Или общаться, например, с людьми, мнение, чьих не мэчится с вашим, тоже очень полезно. Потому что это такое, и сказать нечего, да? И не нервничать в этот момент. Нет, не нужно. Надо что-то еще, бокальчик какой-нибудь взять и вообще не нервничать, просто слушать, потому что люди наталкивают вас на какую-то другую точку зрения. Или еще спрашивать, знаешь, мнение о себе у других людей. Тоже очень отрезвляет и заставляет подумать, что, а, вот тут я не так смотрел, хорошо. То есть, в общем, просто это кругозор. Креативность, это кругозор. Я призываю всех просто интересоваться разными сферами. Здорово. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Думаю, что многие заинтересуются вообще этой темой и перейдут на тебя и посмотрят вообще про твои проекты, потому что, действительно, там много чего есть интересного. Я просто надеюсь, что о профессии креатора будут знать столько же, сколько о блогерах сегодня. Потому что сейчас никто не знает, кто такой креатор и креативный директор. Это миссия. Это big idea. Для этого мы здесь. Супер. Спасибо. Ура. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok